здравствуйте друзья с вами евгения тарой сайт mag expert.org сегодня у нас с вами онлайн гадание на картах таро я буду использовать вот такую красивую колоду я ее недавно вам показывала в обзоре это золотое универсальное таро а гадать мы будем с вами на тему что делать то бишь как поступить допустим у вас есть какая-то ситуация жизненная сейчас упустим какая именно это может быть ситуация в любой сфере допустим любовные отношения вы хотите узнать как вам лучше поступить или допустим финансовом плане может быть вы вопрос с недвижимостью хотите разрешить или это связано с работой с вашими профессиональными вопросами любом случае вашей жизни предположим есть какая-то ситуация в которой вы хотите разобраться и узнать как вам лучше поступить как вам лучше действовать ну что ж я буду из колоды доставать 5 карт вы можете заранее какую-то цифру загадать от 1 до 5 либо выбрать карту уже после того как я карты выложу на стол возможно какая-то из них позовет вас то есть откликнется в вашем сердце вы почувствуете что вот эту карту надо выбирать можете кстати выбрать не одну карту от 2 может быть две карты более объемно вам подскажут как вам поступить и что делать и так первая карта вторая третья четвертая и еще раз посмотрите внимательно на эти карты и и выберите и выберите ту которая отзывается в вашем сердце так давайте я чтоб не отсвечивала эту карту чуть чуть ниже опущу ну я надеюсь что вы уже определились с выбором и теперь я могу переворачивать карты и будем смотреть ответы что вам делать как поступить если вы выбрали первую карту здесь выпала девятка мечей судя по тому что я вижу ситуация кажется абсолютно безвыходной дело в том что девятки всегда связаны с темой одиночества то есть вам действовать придется в одиночку рассчитывать на чью-то помощь не приходится а масть мечей указывает на то что вы в общем то практически в отчаянии из-за того что вам никто не хочет в этой ситуации помогать и рассчитывать приходится лишь на свои силы но я думаю что просто лежать и плакать по поводу того что что-то у вас не получается бессмысленно девятку мечей нужно использовать как отдых то есть просто возьмите выделите себе время для того чтобы выспаться хорошенечко и просто полежать и подумать в одиночестве не пытаться у кого-то искать помощи не пытаться кого-то расспрашивать и дергать спрашивать совета или просить реальной какой-то поддержки просто достаточно вам самостоятельно посидеть в одиночестве или полежать в одиночестве и просто подумать о том как вам лучше действовать как вам лучше поступить вообще по девятки мечей смотрите эта карта если вы плохо себя чувствуете например есть какая-то проблема со здоровьем то нужно обратиться в больницу больницы вам окажут более действенную помощь ну и отдых еще раз отдых возьмите больничный например если у вас с работой что-то не ладится то тоже возьмите отпуск или больничный отдохните полечитесь поправьте здоровье возьмите паузу какую-то в плане активной деятельности не утруждайте себя побудьте в одиночестве подумайте поанализируйте проведите работу над ошибками только потом принимать какие-то важные решения если о личной жизни речь идет кто девятка мечей может обозначать что ну да остается только развести руками и плакать в подушку по ночам потому что ничего здесь уже не попишешь ничем уже здесь не поможешь к сожалению возможно эти отношения уже себя как-то изжили и нужно принять тот факт что вот дескать потеря есть какая-то если это с какой-то другой сферой жизни связано то девятка мечей еще раз повторюсь обозначает то что пока что ситуация кажется безвыходной пока вы не побудете какое-то время наедине с самим собой не проанализируйте хорошенечко ситуацию и не поймете что рассчитывать вам нужно только на собственные силы и только потом вы начнете действовать более активно а давайте дополнительную карту вытащим и посмотрим что же дальше какому результату дело движется но все будет хорошо видите десятка червовая выпала точнее кубковая карта это я уже по привычке после игральных карт говорю червовая так вот здесь десятка кубков указывает на то что в результате вас все равно ждет полное удовлетворение ваших интересов и большая какая-то радость особенно для вашей семьи для ваших близких для вас лично то есть все будут довольны как я обычно люблю говорить в этом случае все довольны все смеются так что да может быть сейчас вы переживаете может быть не знаете как поступить и что делать и за голову буквально хватаетесь как здесь вот нарисовано да девушка схватилась за голову боже боже думает какой кошмар может быть действительно сейчас серьезный головняк у вас по этому поводу но не печальтесь все у вас впереди сложится очень и очень хорошо отлично тогда давайте следующую карту смотреть если вы выбрали вторую карту то как поступать вам а тут смотрите-ка девятка бубновая а точнее пентаклевая выпала слушайте но я уже по привычке пентакли называю бубнами бубны называю пентаклями все у меня перепуталось голове но это не мудрено потому что на самом деле как мы выяснили помните я тут недавно выкладывала у себя на канале как как изучать карты или как научиться гадать смотря сериалы вот там мы выяснили что оказывается игральные карты одновременно работают и как карты ленорман и как карты таро поэтому если мы назовем девятку пентаклевую бубновой то ошибки мы большой не сделаем так вот девятка бубновая или девятка пентаклей говорит как любая девятка о том что действовать нужно самостоятельно тоже рассчитывать на какую-то поддержку на чью-то помощь не надо особенно финансовую здесь рассчитывайте только на свои собственные материальные ресурсы и да у вас есть все необходимые знания все необходимые связи для того чтобы добиться желаемого то есть если вы поставили перед собой какую-то цель и в этой ситуации спрашиваете как вам действовать действуйте в одиночку используя доступные вам ресурсы и задействуя те связи и круг общения который у вас имеется на сегодняшний день и эта карта очень очень успешная связанная с большими деньгами и высоким обществом так что у вас все должно хорошо получиться давайте итог посмотрим здесь выпала десятка мечей хотя карта считается крайне неблагоприятной но на самом деле она обозначает просто конец то есть вы удачно можете завершить начатое дело и та ситуация которая у вас сложилась в которой вы не знаете как поступить как действовать если вы будете действовать разумно опираясь исключительно на свои материальные ресурсы и действовать будете самостоятельно не рассчитывая на чью-либо помощь а просто используя те ресурсы которые у вас есть в том числе и человеческие в итоге вы успешно завершите эту ситуацию она просто для вас закончится благополучно я надеюсь давайте следующую карту смотреть если вы выбрали ее слушайте сговорились вы все что ли одни девятки выпадают вам тоже действовать придется в одиночку но с удовольствием потому что у вас выпала девятка кубков а девятка кубков карта которая говорит расслабьтесь успокойтесь таите таите зачем вам эти таите вас и здесь неплохо кормят то есть пока что вам активничать особо не надо вы можете просто засесть где-нибудь в приятном красивом месте приготовить себе что-то вкусненькое наслаждаться жизнью а ситуация разрешится сама собой эта карта говорит просто получайте удовольствие от жизни и так получайте чтобы все вам просто позавидовали вообще девятка кубков это карта исполнения ваших желаний чтобы вы не загадали какое бы желание у вас здесь не возникло оно обязательно вам даже особых усилий для этого прикладывать не придется но давайте результат посмотрим к чему дело движется восьмерке кубков восьмерка кубков говорит обычно о том что от добра добра не ищут но не в вашем случае вот когда вы разрешите эту ситуацию точнее она сама собой разрешится вы получите желаемое дальше у вас возникнут новые желания и вы отправитесь со всего готового когда у вас и так все хорошо на те самые таити от которых я вас в начале отговаривала потому что восьмерка кубков как раз таки и обозначает поиски новых впечатлений поиски новых каких-то знаний поиски новых жизненных ситуаций то есть вы отправитесь куда-то в путь иногда в буквальном смысле в дальнюю дорогу вам открываются все пути и все двери либо может быть эта карта в переносном смысле указывает на то что вы отправитесь в новое путешествие в новые приключения окунетесь в новые какие-то жизненные впечатления и новые жизненные ситуации перед вами возникнут зачастую восьмерка кубков обозначает то что возможно вам предстоит какой-то праздник какой-то юбилей или может быть свадьба или может быть чьи-то день рождения точнее чей-то день рождения все время путаю говорю чьи-то день рождения вот но это уже по привычке тоже в любом случае какой-то может быть праздник корпоратив от которого вам не нужно отказываться вам обязательно надо сходить но по восьмерке кубков постарайтесь все-таки уходить с этого праздника незаметно незаметно и в поисках чего-то лучшего вы действительно это лучшее можете опрести главное ни с кем не конфликтуйте вот вам важно не конфликтовать избегать каких-то острых ситуаций острых углов уходить так чтобы потом в любой момент вернуться и смело всем смотреть в глаза чтобы никому не стыдно было в общем карта как девятка кубков так и восьмерка кубков в данной ситуации очень и очень удачный на мой взгляд так ну давайте следующую карту откроем если вы выбрали четвертую позицию расклада то вам выпал рыцарь кубков действовать вам нужно аккуратно медленно и красиво со вкусом и благородно главное благородно ведите себя как настоящий принц или как настоящая принцесса и тогда у вас все сложится удачно рыцарь кубков человек эмоциональный который умеет петь окружающим дифирамбы и ваш путь к успеху то есть выход из той ситуации в которой вы сейчас находитесь и думаете как поступить как действовать что делать то вот по рыцарю кубков либо нужно куда-то отправиться сходить кому-то в гости попросить чьей-то помощи обратиться может быть к другому человеку благородному человеку который может вас поддержать сами говорите приятные слова окружающим можете даже какие-то комплименты либо лесть использовать ну в дозированном конечно варианте не переборщите и поступайте обязательно благородно не юлите не хитрите не манипулируйте поступайте благородно в этой ситуации именно в этом случае вы сохраните свое лицо и прослывете хорошим человеком и обретете очень много поддержки от окружающих людей обретете может быть не только поддержку но и любовь и восхваление и помощь вам окажут окружающие люди и обязательно достигните победы давайте посмотрим к чему это все движется ну к солнцу замечательно судьба вас поддерживает старший аркан здесь выпал солнце обретете победу будете счастливы все у вас сложится хорошо главное будьте оптимистичны ведите себя благородно и все у вас сложится более чем удачно будете на коне ну и наконец давайте последнюю карту откроем вам вообще лучше бездействовать если вы выбрали пятую карту лучше ничего не предпринимать оставьте все как есть пока что если это вообще-то возможно восьмерка мечей говорит о том что ну вы повязаны по рукам и ногам и глаза у вас завязаны на самом деле нет наиболее лучшего варианта развития событий если вы будете активно действовать у вас может просто ничего не получится лучше надейтесь на то что кто-то другой сделает всю грязную работу за вас если можно так выразиться вот или может вас спасти из той ситуации в которой вы находитесь потому что вы на самом деле в ситуации заложники в ситуации заложника находитесь да или какого-то такого пленника у вас скованное очень положение и действовать самостоятельно вы не можете приходится только рассчитывать на помощь какого-то благородного человека со стороны который увидев вашу сложную ситуацию протянет вам руку помощи так ну восьмерка мечей это еще и карта риска и карта конфликта но призывать вас к конфликту я пожалуй не стану в данном случае давайте посмотрим к чему все идет но к сожалению эта ситуация не выигрышная для вас вы ничего поделать с этим не можете к моему большому сожалению поэтому лучше оставьте все как есть или выйдите вообще из этой ситуации если это возможно то есть попытайтесь из нее как-то выпутаться потому что к чему все дело движется к тройке мечей а тройка мечей это карта разбитого сердца полнейшее разочарование то что бы вы не делали что бы вы не предпринимали как бы вы не старались в итоге все равно останетесь у разбитого корыта то есть ни с чем так что друзья мои возможно если вы выбрали именно эту позицию расклада вам лучше пока что сдаться сдаться видимо самый лучший вариант в данном случае ну что ж мои дорогие я надеюсь что немножечко приоткрыла завесу тайны и подсказала вам возможное направление действий прислушиваться или нет решение всегда остается за вами мое дело лишь разглажить карты посмотреть дать какой-то совет дать какую-то рекомендацию на этом я буду заканчивать данное видео в комментариях надеюсь что вы поделитесь своими соображениями по данному раскладу напишите в какой вы ситуации потому что видите дело осложняется еще тем что я не знаю в какой ситуации развиваются события в личной жизни или в работе или может быть с деньгами что-то может быть с кредитом вы никак не можете расквитаться может быть какие-то долги у вас может быть вообще ситуация какая-то сверхъестественная которую я даже предположить сейчас боюсь вот напишите что у вас за ситуация поделитесь этим расскажите как вы намерены действовать какую подсказку вы получили и даже напишите потом если ситуация разрешится как у вас все это реализовалось это вообще самое интересное мне кажется в этой работе ну что ж друзья не прощаюсь надеюсь на ваши комментарии на вашу поддержку на ваши лайки и встретимся в следующем видео сюжете также пишите в комментариях какие еще вы бы хотели посмотреть онлайн гадания на какие темы заказывайте хотя у меня уже по плану 250 тем даже больше я себе записала впереди очень много онлайн гаданий на всевозможные вопросы на всевозможные темы но тем не менее не стесняйтесь пишите заказывайте я буду рассматривать ваши предложения а пока пока всего вам доброго и удачи всем и удачи всем и удачи всем всем